Израиль не пойдет сейчас, не надеетесь, нет шансов. В смысле, если вы думаете, что я сомневаюсь в победе Израиля в этой войне, ни секунды не сомневаюсь, я уже говорил, что это сейчас я говорю не для израильтян, израильтяне это знают без меня. Невозможно сравнить боевую мощь Израиля с мощью Хамаса или Хизбаллы. В смысле, Израиль может это размазать все ровным слоем. То есть этот Хамас и все это Хизбаллу. Надо понимать соотношение сил. Это не Украина с Россией воюет. Сейчас Украина с Россией стали уж две равные по силе военной, примерно, организации. В начале войны Россия превосходила Украину в 10 раз, в 20 раз по военной мощи. Сейчас военная мощь плюс-минус сравнялась за счет разных факторов. А в Израиле ситуация такая, что Израиль превосходит Хамас, наверное, в тысячу раз. В тысячу. Израиль превосходит Сирию в 10 раз, а может в 20 по военной мощи. Поэтому, конечно же, победы тут сомнений-то нет во всей этой войне. В Израиле сегодня введено военное положение впервые за 50 лет. Военное положение. Впервые. Украина и Израиль победят. Ох. Так. Вот Алексей вопрос задает. Михаил, ответьте, пожалуйста, после случившегося Израиль перестанет дружить с Россией. И, наконец, сблизиться с Украиной. Ведь мы на сегодня похожи, как никогда. Ох, Алексей. Вашими булстами да мед пить. Я не уверен, честное слово. Я не уверен, что хватит решимости на такое. Ну, пока не хватило же. И знаете почему? Я вам скажу. Это очень субъективное сейчас будет мнение. Оно не политическое. Оно человеческое. Человеческое. Израильское руководство, это же люди, правильно? Но они же люди, в конце концов. Не только политики. И вот когда-то эти люди росли. Тот же Бениамин Нетаньягу рос в семье профессора. Брат его, как известно, погиб во время операции Энтеби. Вот. И они жили в этом маленьком Израиле, очень скромном. В стране, в которой население было, там, 2 миллиона человек, грубо говоря. Представляете, да? Которая отбивается от всего мира. И эта страна знала, и каждый там знал, и Бениамин Нетаньягу с детства знал, что есть Советский Союз, который, безусловно, враг, но с которым надо пытаться любой ценой не допустить войны. Любой ценой. Об этом говорится даже в фильме Голда, который я вчера уже упоминал, по-моему, в очередной раз. Об этом говорит Киссинджер. Вы что, будете воевать с русскими? То есть, каждый израильтянин тех времен, вот того поколения, впитал в себя вот эту идею не допустить войны с мощнейшим Советским Союзом. Для них Советский Союз – это что-то невероятное и фантастическое. Я думаю, что примерно такие же чувства испытывали и те лидеры Украины, которые были до Зеленского. Кучма ли это был, Порошенко ли это был, и Янукович ли это был, они все, я думаю, примерно так же себя в этом вопросе чувствовали. В каком смысле? Для них тоже Москва была какой-то столицей, Москва была некой метрополией. А для Зеленского нет. Он вырос в независимой Украине. Он младше меня на сколько там? Лет на 10, наверное. И он поэтому вырос в независимой… Да, он родился еще в Советском Союзе, но вырос уже в независимой Украине. Для него Москва не столица мира. Для него столица мира – Нью-Йорк или Лос-Анджелес, понимаете? Или Голливуд, но точно не Москва. А для Нитаниягу Москва – одна из двух столиц мира – Вашингтон и Москва. Он много лет жил в Вашингтоне, работал представителем… Или в Нью-Йорке, в Нью-Йорке, наверное, конечно, в Нью-Йорке. Представителем Израиля в ООН он работал, Нитаниял. Для него Москва – столица мира, в наряду с Вашингтоном. Поэтому для них, для того поколения, это такая мощная сверхдержава, и они ее опасаются. И когда у него, как у премьер-министра, появился шанс подружиться с Путиным, завести с ним доверительные отношения, то он их завел, как бы считая это достижением для Израиля. Может ли быть, что он в какой-то момент был прав? Я сейчас не сужу Нитаниягу, не дай бог. Еще раз, человек действовал, исходя из того, чему его учили, человек действовал, исходя из тех реалий, того времени. Но время изменилось. Почему всегда, на мой взгляд, на мой взгляд, почему все лидеры должны меняться всегда? Почему не имеет права ни один премьер-министр засиживаться на 20 лет на своем посту? Вениамин Нитаниягу стал премьер-министром Израиля 27 лет назад. 27 лет назад. Первый раз в 1996 году. Потом были перерывы, но 27 лет назад. Мне кажется, это никуда не годится. И ровно этот вопрос. Я сейчас ни в коем случае не против его партии, его взглядов и так далее. Потому что в Израиле взгляды у людей разные. Пожалуйста, просто я говорю, что персонально важна смена персоналий. То есть, да, пусть будет 10 раз подряд президент США от республиканской партии, но это будут разные люди. Вот это очень важно. Чтобы это были современные люди, соответствующие современным реалиям. Вот в Украине очень повезло с Зеленским в каком смысле? Я сейчас ответю не лично про Зеленского, а с его возрастом. Что когда началась война, когда Россия напала, президентом Украины был не советский человек. Поэтому он не сказал, о, на нас напала метрополия, столица мира на нас напала. Кто на нас напал? Варварская Россия, мы будем с ней биться. Понимаете? Вот что я думаю по этому поводу. Я еще не до конца довел идеи, рассказы свои. Значит, про мир с этим я рассказал. Еще одну мысль из войны сегодняшней в Израиле. Да, совершенно справедливо у меня тут уже написали за это время, что сегодня продолжаются убийства израильтян. В Египте обстреляли, полицейские египетские обстреляли автобус с туристами. Почему это случилось? Убито то ли два, то ли три человека, непонятно. Почему это случилось? Потому что Хамас, он кроме того, что развернул эту войну, Хамас тоже сделал много политических заявлений с призывом к арабскому миру присоединяться к этой войне. И поэтому какие-то люди готовы, видимо, присоединяться. В частности, вот в Египте один человек, видимо, слушал радио Хамас и пошел убивать израильтян и двух или трех туристов мирных, естественно, убил. И сейчас еще израильтянам нужно сидеть в убежищах, потому что ракеты летают, ужасно. Вчера мой друг Миша Сафран давал интервью каналу Грэм, может кто-нибудь видел, он офицер израильской армии, он давал интервью каналу Игрянул Грэм, и прямо во время интервью началась воздушная тревога. И его дети позвали, папа, папа, пошли в убежище. И он говорит, ну все, надо заканчивать интервью, я пошел в убежище, потому что интересно мне показалась разница. В Израиле такие дисциплинированные люди, офицер израильской армии сидит дома с детьми в убежище. В Украине большинство вообще не знает, где убежище, по-моему. Ну так мы живем. Ну у меня же тоже тревога сколько раз была во время эфира, но я что-то, ну у нас не так. В Израиле люди гораздо более в этом вопросе организованы. Вот здесь пошло очень много комментариев, очень много комментариев пошло. Один из них был такой странный, но это вчерашнюю тему разгоняют. Вчерашняя тема про то, что Галкин, Пугачева были на этом фестивале, Галкина взяли в заложники. Но это россияне придумали какую-то байку. И у меня сейчас всерьез кто-то спрашивает, Михаил, а Галкин с Пугачевой могли быть на этом музыкальном фестивале? Нет, вы не понимаете, что такое Галкин-Пугачева и что такое вот тот музыкальный фестиваль в Израиле. Сколько лет, простите, той Пугачевой? Сколько лет тому Галкину, да? Это же все динозаврики попрятались в Африке. Кстати, да, помните вот эта песня, по-моему, кто это пел? Сын Боярского, по-моему, да? Динозаврики, что же вы попрятались в Африке? И, значит, действительно, они же динозавры уже, сцены и так все. Фестиваль, музыка, музыкальные фестивали в Израиле – это люди, которым по 20 лет. Музыкальный фестиваль в Израиле, там не слушают песни 60-х, 70-х годов, которые пела Пугачева. Поэтому она не могла быть на этом фестивале. Это молодежная тусовка. Вообще Израиль – это молодежная страна. Вот тем, кто не был, не жил, там трудно представиться, что это за страна в этом смысле. Мы же живем, ну, те, кто живет в Украине, те, кто живет в Российской Федерации, те, кто живет даже в Европе, в Западной. Мы очень старые все. У нас, ну, в каком-то смысле, как страны, да? У нас население, как, у нас молодежи маловато, людей постарше немало. А в Израиле сумасшедшая рождаемость. Поэтому вся страна построена на молодежи. И все эти фестивали, там людям 18-19, ну, в 19-20 они в армии, а потом снова, значит, эти самые, снова по музыкальным фестивалям ездят. Там очень молодая страна. И там все это сменяется. Культура одна другую сменяет бесконечно. Там не слушают все вечно песни 70-х и 80-х годов. Там кто-то засрал чат. Хорошо. Это как Казантип фестиваль. Да-да-да, это как Казантип, действительно. Вообще, сегодня у меня было откровение. Сегодня вам давал интервью я на прямом канале. И вдруг мне включают в эфир с Визильбером, ведущего со станции, израильской радиостанции «Лучшее радио». И мы одновременно оказываемся в эфире. И он рассказывает про инцидент на голландских высотах на горе Гордов. И тут же сам переводит. Там, говорит, гора Гордов. Переводит, говорит, это как бы Медвежья гора. А я подумал, о, а у нас же в Украине тоже есть Медвежья гора Аюдак. Это был, может, в Артеке или в Крыму. Тут помнят у нас в Украине тоже Медвежья гора Аюдак, а там Гордов. То есть название одинаковое. И то называется Медвежья гора, и то Медвежья гора. Михаил, если разведка предупредила правительство, то неужели фестиваль на границе оставались? И главное, почему не было заминировано там, где прорывали границу? А, расскажу, расскажу. Это действительно очень сложный и тяжелый вопрос. Как раз хорошо, что вы меня к нему подвели. IT-мастер меня подвел к этому вопросу. А я как раз выписал одну новость из сайта Ynet израильского. Я перевел ее на русский. Извините, не новость, а такую аналитическую статью. Я, честно говоря, забыл, простите, выписать автора этой статьи, но я из нее кусочек выписал себе. Почему, собственно говоря, всех поразили вот эти события, застали врасплох? В основе этой неожиданности, этого удивления, я читаю статью, лежала концепция, которая гласила в течение многих лет, начиная со сделки по обмену пленного Шалита с Хамасом, которая была произведена. Ну, окей, нужно долгую историю рассказать. В общем, 12 лет назад обменяли одного пленного израильтянина, солдата по фамилии Шалит, на тысячу палестинских заключенных из Хамаса, боевиков Хамаса, которые сидели в израильских тюрьмах. Одного на тысячу, это обмен пленными был такой. Так вот, начиная со сделки с Шалитом и даже до этого, что Хамас, во-первых, настроен на то, чтобы сдерживаться, во-вторых, что Хамаса в первую очередь интересует экономика, управление государством в секторе ГАЗа, получение разрешения на работу в Израиле для своих граждан. Кто-то, как пишет этот автор, уснул, ну, уснул в кавычках, уснул в карауле. Кто-то подумал, что это организация, Хамас, которая хочет денег и не более того. Никто не вспомнил о людях, стоящих во главе Хамаса, настоящих бандитах Абу Халеди и Абу Ибрагиме. Кто-то забыл, что Хамас остается Хамасом и не изменил своей шкуры и более того, стремится к освобождению заключенных. То есть, о чем здесь речь? Ну, я так сейчас, да, извините, что я просто, это был перевод Севрита, я лучше своими словами. К Хамасу, который изначально создавался как террористическая организация с целью уничтожения Израиля, стали относиться как к некоему нашему экономическому партнеру по переговорам. Типа, давайте мы им дадим там 100 разрешений на работу или 100 тысяч разрешений на работу, за это Хамас не будет вот этого делать, а мы Хамасу продадим то, а за это Хамас пойдет на такие-то и такие-то сделки. И реально, как пишет автор, но это не мое мнение, я же не нахожусь в Израиле, сейчас мне трудно свое мнение сказать, я читаю автора израильтянина. Он говорит, и забыли, что Хамас террористическая организация, решили, что это наш партнер, экономический партнер по переговорам, что у него на первом месте экономические интересы, а это не так. И вы знаете, кого мне это напомнило? А снова Путина, снова Путина. Вот эти западные лидеры, которые встречались с Путиным, снова привыкли к тому, что ну это же наш партнер по переговорам Путин, это просто наш экономический партнер, мы с ним ведем переговоры, мы с ним торгуем газом, торгуем нефтью, но не будет же он делать что-то, что разрушит наши экономические взаимоотношения. Ведь именно так относились-то к Путину. Но не будет же он сам себе наносить экономический ущерб, начиная войну с Украиной. Он же понимает, что за это мы введем санкции, а он же строит газовый поток-2. Но не может же он начать войну, когда не запущен газовый поток-2. А как же так? Мы же сейчас с ним, говорила Меркель, мы же сейчас с ним строим газовый поток вместе. Он же будет снабжать всю Европу своим газом. О чем вы говорите? Какая война? Вот так относились к Путину, принимая его за некоего, как это называют в экономике, рационального экономического агента. И то же самое произошло в Израиле. Хамас принимали за рационального экономического агента. Но у хамасовцев в тюрьме сидят снова огромное количество боевиков-заключенных, и они хотят всех освободить и всех обменять. Они поэтому захватили более ста израильтян, чтобы обменивать сейчас на пленных, и неизвестно по какому коэффициенту будут обменивать. И у хамасовцев никто не вычеркивал цель уничтожения государства Израиля. Никаких экономистов очкастых они не превращались. Вот в чем нюанс, понимаете? И это то, что забыли. Кстати, уже 700 убитых и 2400 раненых, к сожалению, 350 в тяжелом состоянии. Видит Бог, что, к сожалению, цифра будет увеличиваться. Вы знаете, мне это ужасная история про 700 убитых. У нас на войне, на российско-украинской, это страшно кровопролитной войне, за один день таких жертв среди гражданских возможно были только в Мариуполе. Но только в Мариуполе за один день могли убить столько людей. Но мы не знаем, мы не знаем. Когда россияне взорвали театр с детьми, то вот там находилось около тысячи детей и женщин. И мы не знаем, сколько из них погибло. Потому что 300 спасены, как сообщил Сергей Тарут, который этим занимался, украинский депутат. Но 700 судьба неизвестна. Мы не знаем, сколько из них погибли. Поэтому, может быть, здесь за один день вот так одноразово убитых, только в Мариупольском театре столько было. В других историях это были убиты 50 человек. Что-то в таком духе. Ну, кроме трагедии Мариуполя, все остальное. Такого дня за нашу войну по такой гибели гражданских не было. Про военных не могу сказать. Но гражданских столько за один день просто не было. Взятых в плен, похоже, около тысячи, говорит Любовь. Да, я понимаю, что там никто сейчас еще посчитать не может. И все это еще обретет жуткую картину. Итак, вот так Хамас недооценили. Забыли, кто он такой. И вы спрашиваете, а почему не было заминировано? Потому что там нормальная жизнь идет. Потому что там как? Вот эти палестинцы, они прорвались не просто через забор, они прорвались через КПП. Там стояла израильская армия. Она охраняла эти входы. То есть это не то, что преодолели полосу препятствий эти самые хамасовцы. Не так все было дело. Там контрольно-пропускной пункт. Через него... Это же не огорожено. Вот как, помните, как часто некоторые говорят в Украине. Мы после войны с Россией прокопаем ров, крокодилов, ток пустим и так далее на границе с Россией. На границе Израиля и сектор газа не так. По нескольким причинам. Украина и Россия две разные страны. И Украина имеет право полное выкопать ров с крокодилами, если захочет. В теории. Мы сейчас теорию обсуждаем. Израиль и сектор газа – это не две разные страны. Сектор газа – это автономия. Израильская автономия. Так получилось. Не буду углубляться во все политические смыслы этого слова. Это автономия не в том смысле, в каком, например, Крым являлся автономией до оккупации. Вот. Автономия Украины. В другом смысле автономия. Но, тем не менее, Израиль несет некую ответственность за происходящее в секторе газа. Поэтому Израиль запускает... Ну, например, Израиль поставляет электроэнергию. Вся электроэнергия в сектор газа поступает из Израиля. Во-вторых, Израиль пускает на свою территорию работать вот этих, как бы их назвать-то лучше. В общем, рабочих, короче, пускает работать на территории Израиля. Поэтому там не все перекопано крокодилами. Нет. Там контрольно-пропускные пункты в этом заборе. И хамасовцы прорвались через контрольно-пропускной пункт. Они захватили танки, захватили воинскую часть, которая там стояла. Захватили КПП Эрос, так называемый. Главный КПП на границе газа с Израилем. Дальше. Они перелетели на параглидерах. Они перелетели на автожирах. Они переплыли, оплыли по морю. По морю оплыли все. То есть они не шли через минные поля. Если было сообщение, действительно, я сегодня задумывался, но вот если была информация от разведки, она наверняка была, то почему не стали отменять там музыкальные фестивали? А вы знаете, а мне напоминает эту историю. Я вот сейчас зачитаю вам прямо сейчас. Слух говорит, я думал, сектор газа – это Палестина. Поймите, значит, объясняю. Это очень сложная история. Я не хочу в нее глубоко копать. Это потому что это была бы тема ни одной лекции, да еще и такой, в которой я недостаточно компетентен. Я всего лишь, как живой наблюдатель, живя в Израиле, видел становление вот этого сектора газа и что с ним происходило, начиная, я имею в виду, с соглашения ВОСЛО. Нет государства Палестина, признанного всеми. Есть самопровозглашенное государство Палестина, оно не признанное. Есть договор, ну вот сегодняшние взаимоотношения между палестинцами и Израилем, как бы то ни было, базируются на договоре ВОСЛО 1993 года, заключенным Ицхаком Рабиным, премьер-министром Израиля, ныне покойным, убитым, да, и Ясиром Арафатом, лидером Организации Освобождения Палестины. Вот нам нравится этот договор, не нравится этот договор, это основа взаимоотношений легальных с точки зрения международного законодательства, с точки зрения ООН. И вот с точки зрения ООН, международного законодательства, там в секторе газа не государство Палестина, а палестинская автономия в составе Израиля. И то же самое на западном берегу реки Ордан. Ну вот это так, сейчас пока так. Сектор бензин шутит в ответ на сектор газа, шутит юзер по имени Page. Почему вообще называется сектор газа, я не знаю, это на самом деле такое очень русское выражение сектор газа, потому что нет ни на одном языке такого. На английском это Gaza Strip, то есть полоса Азы, на иврите это Рцуат Аза, то есть тоже как бы полоса города Аза, да, Рцуат Аза. Вот есть город Аза, есть полоса земли, на которой он находится. Почему он сектор, я даже сказать вам не могу. Ну почему в русском языке появилось такое странное выражение. Так, умер ли Галкин? Да, я уже ответил на ваш вопрос, товарищи, тут все спрашивают, что не мог Галкин принимать участие в таком музыкальном фестивале, поэтому Галкин жив, Галкин жил, Галкин будет жить, стена Галкина в Москве на Арбате с надписью «Галкин жив» вам еще обеспечена. Я понимаю, что это пишет российский пропагандист, это я сейчас всем остальным зрителям, не пытайтесь мне это объяснять. Дальше, что я хотел еще сказать. Вот такая вот история, почему не отменяли фестиваль? Потому что, вы знаете, я сейчас зачитаю вам один вопрос, мне пришел, где он, от Миколы, нет, от Максима, извините, от Максима через Фейсбук. Я напомню, что если вы хотите мне писать, можно писать через Фейсбук. Еще я вам отдельно напомню пока, чтобы два раза не вставать, что у меня сейчас будет 283, ну, 284 тысячи подписчиков, как видите, на канале Штельман. Вот, что Тельмонометр не даст соврать. 284 тысячи подписчиков, мне не хватает до 285, гораздо более круглая цифра, прошу вас подписываться. Если вы хотите со мной переписаться, что-то вам нужно мне сообщить, пишите через Фейсбук, ссылка в описании. Пожалуйста, не предлагать мне бизнес, никакой, не предлагать мне совместных проектов, я не буду в них участвовать, я не хочу заниматься бизнесом. У меня все хорошо, у меня все есть. Если у вас есть вопросы, вы можете мне их присылать, я могу либо ответить вам прямо там, либо ответить в эфире, потом на ваши вопросы, так я тоже делаю. Если вы просто хотите написать Михаилу, я в восторге от вас, вы можете это тоже написать мне. И любые другие комплименты я принимаю через Фейсбук прекрасно. Не присылайте мне ссылки на видео со словами Михаила, посмотрите и прокомментируйте. Я не буду нажимать даже на эти ссылки. Ну вот Максим, я сейчас объясню, почему я его вспомнил, задает мне вопрос. Как вы относитесь, знаю, как вы относитесь к Зеленскому, но хотел бы, чтобы вы в своем очередном выпуске, вот вам очередной выпуск, Максим, нам объяснили, вернее, ответили на три вопроса. Вопрос первый. Почему Зеленский позвонил Лукашенко и предупредил вагнеровцев, тем самым провалил операцию спецслужб Украины? Максим, у меня нет таких данных, возможно, они есть у вас. Понятия не имею. Предупреждал ли Зеленский Лукашенко про вагнеровцев, которые находятся в Беларуси? Была ли спецоперация спецслужб Украины? Мы этого не знаем. Когда-нибудь будет комиссия по расследованию, мы обязательно узнаем все подробности этой истории. Но сейчас их просто не существует. Поэтому это все пока ерунда и слухи. Второе. Что Зеленский делал в Омане, когда туда прилетел на Рыжкин? Ну, это примерно вопрос для меня как. Что делал Слон, когда пришел Наполеон? Правильный ответ. Травку щипал, как известно. И третий вопрос. Вот ради третьего вопроса я все прошлое зачитывал. Почему буквально за 3-4 дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину Зеленский сказал, что войны не будет, может ехать на природу на шашлыки? Вот. Вот ради этого вопроса, Максим, я зачитал ваше письмо. Потому что перекликается с израильской ситуацией тоже. Ну, предположим, у Нитаньягу были бы данные, что начнется война. Данные. Предположим, у Зеленского были данные, что Россия собирается напасть. Он выходит такой, говорит, все, через 4 дня Россия собирается напасть на нас. А если не нападет, то что будет? Ну, вот не напало. Вот представь себе, Зеленский вышел, говорит, все, 24 февраля, 4 часа утра будут бомбить Киев ракетами крылатыми. Украинцы встают, подрываются, паника, уезжают в Европу 10 миллионов человек. А Путин не нападает, все сидят неделю, вторую, видишь, но никто не напал, возвращаются в Киев. Правильно? Дальше Зеленскому разведка докладывает, 12 марта, 12 марта точно. Он выходит, товарищи, граждане Украины, 12 марта Путин нападает, Россия, все, 100% знаю, прямо все, пойдут срочно россияне. Украина опять поднимается, но уже не 10 миллионов человек, уже 2 миллиона, бегут в Европу. Проходит неделя-два, все-таки что? Да он задолбал. И отправляют его в отставку, Майдан и так далее. Это будет так выглядеть, именно так. Откуда он может знать? Никто ничего не может знать. Все сообщения любой разведки вероятностные. Вот есть такая вероятность. Кроме того, политика, как хаос второго порядка. То есть, как только вы оглашаете данные разведки, вы их убиваете одновременно. В том смысле, что Путин не изменит своих планов, если мы их огласим вслух. Вы серьезно так думаете? Конечно, не изменит. Если ты что-то знаешь про своего врага, то сделай вид, что ты не знаешь этого своего врага. Поэтому это все очень сложно. У меня нет простого ответа на вопрос, почему не смогли как-то, ну, короче, знали, не знали, почему не смогли защитить. Вот как пишется в той же статье, из которой я вам зачитал маленький отрывок. Там в этой статье описывает этот человек ситуацию. Он говорит, что когда хамасовцы зашли на территорию Израиля во все эти поселковые советы, то они были сами в шоке от того, что их не встретила израильская армия. Они были уверены, что им... Во-первых, все хамасовцы, которые зашли на территорию Израиля, были уверены, что они смертники, что они вот сейчас заходят, их сейчас будут убивать, армия, и им, возможно, удастся кого-то убить. Но они не верили, что они вернутся, а они вернулись. Они похитили, как вы говорите, тысячу израильтян и вернулись. Как вы говорите, потому что у меня же нет данных, да, я на вас ссылаюсь. И вернулись обратно. Они на это не рассчитывали. Они были уверены, что будут биться с израильской армией. А израильской армии там не было. Они были в шоке от этого. Как? А где она была вообще? А жители этих поселковых советов, которые искали эту армию и не могли ее найти, что это было? И у меня нет на это ответа. У меня нет на это ответа. Ответ даст комиссия государственная, которая будет создана, но после войны. Сначала надо победить в войне, потом комиссия. И когда мы говорим про Украину, про Зеленского, про шашлыки, про то, почему на юге не взорвали мосты, все что угодно, я всегда говорю одно. Ребята, дайте сначала Украину победить. Вот давайте Украина победит врагов, а потом будет разбираться со своими сама. Вот сначала всех победим, а потом про каждого узнаем, кто, что, кто, где, что делал, кто ошибался, кто делал правильные вещи. Понимаете? Но не раньше. Не раньше, чем победим. У вас, я вижу, там идет настоящий срач в комментах. Чем сраться в комментах с некой Ириной? Михаил, где коты-миротворцы? Ну, даю подсказку. Ты-ды-ды-ды. Это кот-миротворец. Он спит, как видите. Кот-миротворец утомился и заснул. Так, все там очень сильно ругаются. Прям ужас. Расслабился Израиль. Ой, вы знаете, если бы я сидел сегодня в Израиле, вот сам лично я жил бы в Израиле постоянно, я мог бы рассуждать на уровне, расслабился Израиль, не расслабился Израиль. Сидя в Украине, это делать непорядокорректно, некорректно мне по отношению к Израилю, потому что это, если бы я сидел в Израиле, если бы я сказал, Израиль расслабился, это я бы про себя это сказал, правильно? И тогда я бы имел на это право. А сегодня я не имею права вообще ни одного плохого слова про Израиль говорить. Потому что я не могу, не знаю, я же в этом сам не участвовал. А мои друзья участвовали. Мои друзья, вот они, кто мобилизован, у кого-то дети мобилизованы, ну, большинство уже дети. Когда такие же события, ну, слава богу, таких по жуткости и ужасу не было, но когда были похожие ситуации, то мои друзья мобилизовывались и шли на фронт. Ну, тогда это не называлось словом фронт. Шли на войну, шли на войну, которая не называлась словом война. Шли на уничтожение террористов. Сегодня это уже дети моих друзей, а не мои сами друзья. Так сложилась жизнь. Сам я в израильской армии только два дня был, поэтому меня ни на какие операции не звали. Ой, там уже прям матом ругаются на несчастную эту самую Ирину. Я не знаю, тут кто-то был на зарплате, это какой-то Моша Израилевич про кого-то пишет. А, Моша Израилевич, это же вы? Моша Израилевич, это же Чубайс, что ли? У нас Чубайс, господа, дамы и господа, 23 736 зрителей. Я рад приветствовать на нашем стриме Анатолия Чубайса, бывшего вице-премьера правительства Российской Федерации. Федерации, как говорит Песков. Анатолий Чубайс прибыл сегодня и пишет в комментах почему-то один и тот же текст со словами «Балабол на зарплате». Анатолий Борисович, мы не знаем, что вы имеете в виду. У вас рекорд людей в эфире, говорит Ирина. Нет, Ирина, это вы вчера пропустили, вчера был внеплановый стрим, там было 27 тысяч зрителей. На матче присутствует 27 тысяч зрителей. Да ладно, говорите вы, Ольга, ну вот же Моше Израилевич. Вы же знаете, вам же Владимир Владимирович сказал, что его теперь зовут Моше Израилевич, и он проживает теперь в государстве Израиль. Да. Почему Блинкин не баллотируется? Ох, Джохар, вот тут снова мне запала мне сегодня эта поговорка вашим до устами да мед пить. Мне бы очень хотелось, чтобы Блинкин баллотировался. Ну честно, лидер свободного мира все-таки. Наряду с Борисом Джонсоном, с Беном Уоллесом. Конечно, я бы хотел, чтобы Блинкин баллотировался. Ну, видимо, пока, знаете, в американской традиции, если есть действующий президент, то, как правило, партия выдвигает его, ну практически там какие-то, может, и были исключения, но я их не помню. Поэтому выдвигаться против своего начальника он не может. Захочет ли, в принципе, Блинкин баллотироваться в президент США? Ну, это надо у Блинкина спросить. Я искренне верю, что если на этих выборах пойдет Байден, то на следующих пойдет Блинкин. Очень хотелось бы мне этого. Субтитры подогнал «Симон»!